Генеральный партнер игры – компания Life. Генеральный партнер игры – компания «Александр Масляков»! 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 От общего к частному пройдемся по составу нашего уважаемого жюри. Заслуженный артист Республики Беларусь, голос телеканала СТВ Сергей Журавель. Существует старый проверенный прием. Если ты хочешь, чтобы твоя передача пошла в хорошее время, то нужно в жюри пригласить кого-нибудь из телевизионного начальства. Директор первого музыкального телеканала Валерий Кравчук. Невозможно не преклониться перед многообразием качества этого человека. Режиссер, певец, бизнесмен, отец основатель КВН движения Республики Беларусь Виталий Новиков. Этот человек на редкость не категоричен в своих мнениях, хотя мог бы иметь на это право, ведь он первый белорусский чемпион. Олег Быковский. Впервые хочется верить не в последний раз в нашем жюри заместитель министра информации Республики Беларусь Слободчук Александр Иванович. Не покривлю душой, если скажу, что у меня в сценарии фамилии Олесь Мухин нету. Я не знаю, может быть, Олесь пошел в кассу, купил билет, пробрался в зал, а потом под хихи ха-ха взял да и сел в жюри. Олесь, мы вас всегда рады видеть. Олесь Мухин. На самом деле есть еще один участник команды жюри. Поскольку каждое мероприятие, которое проходит в эти дни, так или иначе подводит нас к Новому году, то сегодня этого человека можно будет считать Дедом Морозом. Ведь именно из его рук, буквально в смысле, команда, которая сегодня выиграет, получит чемпионское звание. Президент Международного Союза КВН Александр Васильевич Масляков. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. После этого я вполне могу уходить, потому что лучше уже не будет мне. Спасибо вам большое. Я действительно буду краток, во-первых, ну что, говорить. Во-вторых, два Александра Васильякова на одной сцене, это, в общем, как-то многовато. Насчет Деда Мороза... Нет, 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 нет. Не подводи так меня, я же не знаю, что там у тебя написано. Я должен сказать следующее. Ну вот, собственно, и прошел сезон, первый сезон, первой лиги Международного Союза КВН, которую мы сыграли, провели здесь, в Минске. Вроде совсем недавно я, выделяю эту сцену, говорил, что вот как здорово мне кажется, что вот все это будет происходить на сей раз в Минске. Я не знаю всех перипетий борьбы. Кто-то мне что-то рассказывал, родственник тоже иногда что-то говорил. Но полной картины у меня, естественно, нет. И я, в общем, да, собственно, это и не главное. Главное, и я вместе с вами сегодня увижу, чем все-таки дело кончилось. К чему пришла первая лига, работая в Минске, каковы результаты, какова будет игра в финале. Но одно могу сказать. Я знаю твердо и по рассказам, и по разговорам, что лига открытая наша первая. Что главное, что состоялось. Главное, состоялась любовь к замечательному городу Минску. Даже у тех, кто впервые приехал сюда, в Белоруссию, в столицу Белоруссии, в прекрасный город Минск. Я эту любовь всегда разделял и разделяю. И мне кажется, вот эта любовь и атмосфера, которая, как я понимаю, всегда царит в этом зале, судя по всему, Она, наверное, говорит о том, что это неплохая была идея проводить первую Лигу Международного Союза здесь, в Минске. Я желаю всем участникам сегодняшнего более удачи. И надеюсь вместе с вами получить удовольствие от сегодняшнего Ковеновского вечера. Удачи всем! Итак, все действующие лица представлены. Пожелаем командам ни пуха, ни пера. Шоу! Сегодня командам предстоит сыграть три конкурса. И первым из них, безусловно, будет приветствие. Тема его «Мы лучшие». И начинают доказывать, что именно они лучшие команды ГВЕН Томского политехнического университета. Финалу Первой Лиги 2009 посвящается... А если задуматься, здесь в финале круто, но главный приз один, и он достанется кому-то. Многие команды немножечко устали, хотя некоторые просто выходили и на сцене стояли. А нам бы хотелось вообще не выступать, а просто подойти к жюри, взять и победу взять. Взять, ты в победу взять, просто взять, ты в победу взять, лучше взять, ты в победу взять. Нечестно, конечно, но нам это как-то. Взять, ты в победу взять, просто взять, ты в победу взять, лучше взять, ты в победу взять, взять! Добрый вечер! Вас приветствует команда Томского политехнического университета! В последнее время предвыборная кампания многих кандидатов выглядит одинаково. Я, кандидат к депутату Сергея Владимировича, обещаю повысить пенсии, снизить налоги, разобраться с коррупцией. Голосуйте за экономичного Сергея Владимировича! На соревновании по биатлону. Ну что же, спортсмен был ошел к огневому рубежу, давайте посмотрим. И сразу промах, какая досада, очень досадно. Еще один промах, это ни в какие ворота не лезет. Мазила, такой спортсменство! Семейная жизнь, она как сказка. Дорогой, ну что ты сидишь? Ну уложи ребенка спать. Расскажи ему какую-нибудь сказку. Ну что, я сказочник, что ли? Как мне сказки про новую шубу рассказывать? Так ты мастак, давай придумай чего-нибудь. Жил да был Танила мастер третьего разряда. Жил не тужил, пил по вечерам с мужиками воду мертвую, а с утра живой, нефильтрованный, поправлялся. И встретилась ему царевна прекрасная. И жили они долго и счастливо. Ну не долго, но счастье длилось. Изменилась царевна. Говорит, не хочу быть столбовою тварянкой, хочу быть транжираю морскую. И начала себе ногти наращивать, пуще прежнего. Да яблочки молодильные по каталогам заказывать. И налетели тучи черные из дальней страны и принесли беду улюбую. Маму ее. Лягушку-квакушку. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет, кто-кто гвоздь забьет, кто-кто кран починим, кто-кто звал ее сюда. Весь день не жить на печи, только зелье свое варить, да в банке закатывать. Ты посмотри, разошелся сказочник. Ты бы лучше рассказал, как взялся, Данила, мастер, чашу каменную в туалете делать. Да не выходит чаша у Данила. Или как поехал Данила за 3-9 земель в командировку. И встретился ему на распути камень, а на нем и написано. Налево пойдешь. И не стал начинывать скотина, налево пошел. И встретилась ему в первой попавшейся проруби щука крашеная, которая все его желания выполняла. Отклубился Данила, вспомнил, что любит он царевну и вернулся. И был мир на весь мир, и я там был, мед пил, пил. И вот купил, и текилу пил, и я там на все пил. И я там на все пил. И я там на все пил. А в конце хотелось бы сказать. Знаете, в жизни многие события происходят одновременно. Вот, например, где-то блондинка сдала на права, и одновременно в другой части мира обезьяна нашла гранату. Да, или, например, Александр Масляков стоит на сцене и одновременно сидит в жюри. Да, или вот сейчас на сцене стоит всего 8 человек, и одновременно за них переживает целый город. И только высокие оценки могут остановить эту 500-тысячную армию, которая может просто прийти сюда и... И в победу взять, просто взять, и в победу взять, мол, лучше взять, и в победу взять. Томск! Команда ГВН Томска Политехнического университета благодарит Томское отделение Сбербанка Российской Федерации и мэра города Томска Николая Чука Николая Алексеевича. Продолжает приветствие сборная Самарской области. Приора! К финалу первой виги наша команда начала готовиться заранее. И не где-нибудь, а в храме Шаолинь. Тигр! Журавль! Змея! Вот темы для ваших миниатюр. Бэтмен! Фотограф! Самосвал! Самосвал! Мастер, что это? КВН. Игра непредсказуемая. Извините, учитель, я опоздал. КВН. Игра непредсказуемая. Молодец, схватываешь на лету. Толя, ты и начал развивать силу воли. Катя, ты совершенствуешься? Андрей, что приготовил ты? Пьяный мастер. Саша? Мастер автоваза. Я так и думал. Для победы вы должны стать единым целым. Я не об этом. Надо сделать так, чтобы Минск запомнил приору навсегда. Здравствуйте, братцы, встречайте самарцы. Сезон ошагали, теперь мы в финале. Мы будем бороться за место под солнцем. Идем по приборам. На овощебазе. Практиканты, запоминаем. Главное на овощебазе – это техника безопасности. Техника безопасности – самое главное. Ну а сейчас ситуация, которая случалась практически в каждой семье. Итак, вечер. Мама готовит на кухне. Сына! Чё? Ничего, сюда иди. Принеси мне эту, которая там, ну, знаете, лежит. Чё принести? Ну, эту, которая там, когда эту, открыть, и там, ну, за этой желтой будет вот это. Да чё принести-то, мам? Да ты тупой, что ли, сказала. Отверни там-то за коробкой, а потом под этой, и вот она не... Мам, за чё принести-то? Да, 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 да. Принеси мне эту... Сын, сын, идёт сюда, сын. Долго от вас никакого, что сама постоянно делаю. Смотри, раз, два, три, четыре. Ой, а вот она. На монетном дворе России. Слушай, а чё будет, если на сторож уедет? Да не увижу, не увижу я. Обычная квартира в канун Нового Года. А что тут происходит? Что-то нереальное. Четыре фулл-хауса подряд. Так, а где Семён? Это она про Заику? Какого Заику? Наш сын никогда не заикался. Если б я в семь лет увидел, как Дед Мороз от торта прикуривает, я бы тоже заикаться начал. Вот это вот. Так, Родион, ты что молчишь? А не имел от счастья. Человек в карты квартиру выиграл. Ты квартиру выиграл? Ну, сначала проиграл. Потом выиграл. Сейчас вот снова проиграл. Как проиграл, это же мама, это же всё. Ладно, ладно, тяните карту, это ваш последний шанс. Десятка. У вас 10 минут, собирайтесь ко мне, сейчас женщина придёт. Финал — это последняя игра сезона. И нам бы хотелось сделать жюри прощальный подарок. Давайте договоримся так. Вы нам ставите хорошие оценки, а мы вам за это, ну, покажем фотографию голой Кати. Без обмана. На самом деле, она абсолютно голая на этой фотографии, ничем не прикрывается. Договорились? Смотрим. Ребят, а чё это вы мою фотографию взяли? Команда «Квен» сборная Самарской области «Приора» благодарит за поддержку губернатора Самарской области Владимира Владимировича Артикова. На сцене команда «Квен» сборная «Батайска». Добрый вечер. Вас приветствует команда из города Батайска. Хоть бы кто-нибудь открыл «Атлас», посмотрел, где вообще Батайс находится. Ладно, финал у нас для вас есть сюрприз. Это приказ мэра города Батайска о выделении 120 квадратных метров жилья каждому члену жюри в элитном, я повторяю, в элитном микрорайоне города Батайска. Чего вы напряглись? Это всего лишь бумажка. Она не имеет никакой юридической силы. В отличие от слова мэра города Батайска. Хоть бы кто-нибудь Конституцию открыл и посмотрел, что имеет юридическую силу, а что нет. Ладно, давай, начинай. Работаем с тем, что есть. Случай в суде. Говори. Говори. Я ничего не скажу без своего адвоката. Хорошо, адвокат, войдите. Спасибо большое, что вы пришли. Это все я. Это все вы. Значит, старушку. Я ограбил. Значит, магазин. Я тоже ограбил. Машину. Я угнал, да. Значит, избил. Не избивал, но избил бы. Избили бы. Так, да. Ну, что ж у меня последний вопрос. Зачем вам нужен был адвокат? Он не обязан отвечать на этот вопрос. Я делал все, что мог, Олег. Взрослый яролаж. Антон, ты что, бухал, что ли? Два друга в автомобиле. Антон, выключи эту песню, пожалуйста. А что такое? Я просто под нее первый раз поцеловался. Воспоминания неприятные. Ром, ну тебе же 25 лет. И что? А песни максимум месяц. Антон, выключи, попросил. Проститутку вызывали? Да. Марш к доске. Слышь, пацанчик. А ну иди сюда. Кто, я? Нет, я. А, да, я. Че, я гордый, что ли? Да. Ты че хотел? Я че хотел? А, да, я че хотел. Я че хотел. Деньги есть? У меня? Нет, у меня. А, да, у меня. У меня ж есть деньги, да. На. Это мне? Нет, мне. А, да, мне. Это ж мне. Конечно. Ты кто такой? Нет, я. Слышь, ты меня не путай. Нормальные вопросы задавай. Какие? Нет, мне. Да ты издеваешься. Я не издеваюсь. Нет, я. Ты угомонишься. Кто, я? Нет, я. А, да, я. Спасибо. Угомонюсь. В кондитерском отделе. Девушка, вы подскажите, пожалуйста, в какую цену это кулинарное изделие? Вы имеете в виду этот шоколадный изыск? Да. Это мучное торжество. Ммм, ванильное творение. Этот корицевый писк кулинарной моды. Желатиновый бум в корзиночке. Этот миндальный экстаз в сиропе. Кремовый восторг. Нашинкованная всякими пряностями и эйфория. Сколько это стоит? Этот слюноманящий кусочек стоит 500 тысяч рублей. Так это же дофига. Так это и не запироженное. Взвешивайся. Дорогие друзья, а теперь представьте на посту ГАИ. Сержант Котов, ваши документы. Здравствуйте. Документы. Ты сам едешь? Конечно, сам. Конечно, сам. Был бы двое, двое бы стояли. Что за голдеж, Кузовик? Я просто попугаев везу. Голдеж! А ну-ка, открывай. Хозяин, что за остановки? Слышь, что, опять вакцинация, что ли? Господи, что, уже рынок? Женщина, зайди в дом. Смышленые. Слышь, ДПСник, откуда ты знаешь слово смышленые? Слышь, сейчас что предъявлять предъявления нет, так мы поехали. На радаре 150. Вот это у тебя радар быстрый. Лицензия есть там, путевой лист там, не знаю. Назови мне номер жетона. Я не собираюсь разговаривать с попугаями. Хозяин, пусть он назовет тебе номер жетона. Номер жетона. 4242. 4242. Алё, Николаевич, тут твои архаратцы не считят ни людей, ни животных. Опять нашу фуру останавливают. Слышь, 4242, это мелодия у нас накалывает. Хозяин, он владеет НЛП. Слышь, да чё мы с ним разговариваем? Дай-ка его с клюва сейчас. Тихо, Кеша! Господи, извините, пожалуйста, это Кеша, он буйный. Извините, господи, извините, пожалуйста. Господи, Кеша, Кеша, зачем нам это надо? Мы его сейчас вдвоём разнесём. Конечно, разнесём, нас же двое, конечно. Всё, ладно, всё, всё, я успокоился. Всё, всё, я просто поговорю с ним, просто поговорю. О чём с тобой разговаривать? Чё? Кто ты такой? Я кто такой? Слышь, давай на один, на один. Ты кто такой, говоришь? Я кто такой? Нет, ты кто такой. Жень, отойди. Я кто такой? Ты кто такой? Кто такой? Кто ты такой? Ты хочешь знать, кто такой? Нет, он хочет знать, кто я такой. Так кто ты такой, чтоб я тебе говорил, кто я такой? Так успокоились, Кеша, отошёл. Я стоил лет Кеша уже. Человек целые сушки стоит на посту. Вы тоже разговариваете нормально. Кеша с сестрой с братом четверо суток со свадьбы едем. Давай один-один. Давай один-один. Кеша. Парижане говорят, увидеть Батайск и умереть. Только в прошлом году зафиксировано 9 смертей парижан, которые приехали в Батайск. Друзья, а вы приезжайте, вы ж не парижане. Вот такая, нет, вот такая вот она, сборная Батайская. Команда КВН сборная Батайска благодарит мэра города Батайска Путилина Валерия Васильевича и губернатора Ростовской области Владимира Федоровича Чуба. Приветствия, мы лучшие на сцене команды КВН «Бомонд» Челябинск и также представляющая теперь Белорусский государственный аграрно-технический университет Минск. Один мальчик не испугался, когда ему рассказали страшилку про гробик на колесиках, потому что его папа работал на «АвтоВАЗе». А сейчас представьте в «Маршрутке». Передайте за проезд. Пять тысяч за двоих! Один мальчик посмотрел концерт Дроботенко и умер. Мораль. Когда уже Дроботенко посмотрит свой концерт? А теперь представьте, два гонца одновременно принесли плохую весть. Неудачи! Одна девочка встала на весы, и они развалились. И она так и не смогла определить, толстая она или нет. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Спасатели Малибу на Заславском водохранилище. Помогите, помогите, человек тонет! Помогите, где же спасатели? Помогите, мне хоть кто-нибудь! Один мальчик лизал муравьям попки не потому, что ему нравилось кисленькое, а потому, что он надеялся на хорошую должность в муравейнике. Ну что ж, мы продолжаем. Самый отличный отличник. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, Дарья Тимофеевна! Начнем опрос. Ес! Так, первый вопрос. Кто открыл Америку? Кого спросим? Меня! Тихонов! Он заболел! Ладно, заболел. Я! Я здоров! Аралин! Я не готов! Аралин, ты всегда не готов. Два. Пожалуйста, пожалуйста. Ладно, ребят, был вопрос. Кто открыл Америку? Кто? Ладно, Вова, отвечай. Колумб! Колумб! Следующий вопрос. Друзья, что хотелось бы сказать в конце. Недавно наш Вова нас очень удивил. Он ехал на машине со скоростью 150 км в час, высунул ногу в окно и пнул радар. Команда КВН Бомонд с любовью. Команда КВН Бомонд Челябинск-Минск-БГАТУ благодарит Белорусский государственный аграрно-технический университет в лице ректора Козаровца Николая Владимировича. И Челябинский государственный аграрный университет в лице ректора Четыркина Юрия Борисовича. И ООО «Челябинск-Регион ГАЗ» в лице Фишера Юрия Григорьевича. На сцене команды КВН «Минское море». Скоро Новый год, и поэтому мы пошли за ёлкой. Вы зачем это сделали? Нам сказали, на финале надо удивлять. То есть вы решили удивить и украли ёлку из квартиры у чужого человека. Не такой нам, Сан Саныч, и чужой человек. Долго нам ещё здесь сидеть? Сейчас, товарищ капитан, придёт он и разберётся. Чё, сдурел, что ли? Товарищ капитан? Ты знаешь, с какого ты меня утренника выдернул? У меня сейчас сам генерал на стуле стоит, грильяж требует, ты меня сюда срываешь. Что здесь такое? Да, КВНщики ёлку украли. О, КВНщики. Слушайте, а пошутите, а? О, милиционер, а ударьте дубинкой. Ах, я пошутил. Смешно, смешно. Так, а где я Снегурку свою забыл? На утреннике, что ли? Снегурочка! Так, Ковалёва, шустрее давай. Ой, а кто это у нас вышел? Снегурочка. Громче. Снегурочка. А зачем вышла внучка? Поздравлять. Так, Ковалёва громче или сейчас опять в обезьянник отправлю? Поздравлять. Поздравлять вышла внучка. Ну что, ребята, я сегодня добрый, давайте, любое желание. Дедушка Мороз, сёк у нас, походу, ничего не получилось, но это финал, надо как-то удивлять. Ну давайте, ребята, давайте. Друзья, а следующая ситуация в последнее время знакома многим. Перепись населения. Ой, здравствуйте, я вас, наверное, отвлекаю. Да нет, что вы, я всегда так хожу. Меня зовут Снежанна. Я не вызывал проститутку. Нет, вы неправильно меня поняли, я из переписи населения. А, ну проходи. Спасибо. Чай, кофе? Кофе, если можно, со сливками. Я вообще-то про пятно на твоём платье. Подождите, подождите, пожалуйста, секундочку, я бланк заполню. Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны. Не мешайте. В церкви не мешай, здесь не мешай. Так, давайте начнём. Ваше семейное положение. Всё сложно с Настей Кошечкой Петровской. То есть, вы один живёте? Ну, зашла б ты чуть раньше, застала б деда. Я... я вам сочувствую. Да сейчас он из магазина вернётся, лично ему посочувствуешь. Ваш... ваш... ваш родной язык. Говяжий. Ой, мне каждый второй шутник так отвечает. Но не каждый второй настаивает на этом. Пиши, говяжий. У вас был секс сразу с двумя девушками. Вы что, с ума сошли? Это очень личный вопрос. Да... Так, давайте нормально отвечайте на вопросы и катитесь колбаской по малой спаской. Свори варенье или перепиши население. Я не боюсь твоего фольклора. Ваш номер телефона. 611-67-98. Welcome. 7629-789-MTS. 611-67-98. Welcome. 7629-789-MTS. Слушай, походу между нами стоит звуковой преобразователь, который искажает смысл моих слов. Я... я просто хотела наладить с вами отношения, но я вижу между нами огромная пропасть. А ты вглядись на дно этой пропасти. В ней причина наших разногласий. И что там? Звуковой преобразователь. Так, все. До свидания. Стой. Че ты в кухню почесала? До свидания. Стой. Держи дрель. Зачем? Ну ты же сейчас в 26-ю идешь? Да. Ну вот и передашь. А следующий наш номер понравится тем, чьи мамы приходили зимой на родительское собрание и сидели в классе в шапках. Случаи на лестничной клетке. Здорово, сосед. Короче, это Глеб. Теперь он будет жить у тебя. Че это он будет жить у меня? Блин. А когда мне его привели, я как-то не додумался об этом спросить. Пойдем, попробуем на дно шип. Друзья, многие из вас в детстве изучали английский. А сейчас представьте, если бы в Англии изучали белорусский. Добрый день, Вучни. Сядайте. И отразу давайте подпишем шипки. Закресливаем слово копибук и сверху пишем шипок. Тичер, а можно я откажу хатную працу? Джонсон, it's not true. Домашнее задание. А чим адрознивается дом от хаты? У белорусов так. Кали батьки дома, то гэта дом. Як тольки уехали... Як тольки уехали, гэта уже хата. Джек, выходь до дожки, отказывай. Худшей. Топик. Минск. Гэта столица. Стоп, Джек. Нот гэ. Гэ. Гэта. Уси разом. Гэта. Минск, гэта столица Беларуси. Ён заснуваны ў 1067 годи. Менавито на вольница. Урэштирэшт. Бэри бэд, Джек. Урэштирэшт. Сядай, Джек. На вольница. Вельми дрэнна. Ну и в заключение. Министерство образования предложило исключить из русского языка ненормативную лексику. Мы против. Ведь тогда исчезнут и другие слова. Такие как копать. Полный. Вертел. Вертел. Поэтому, друзья, давайте оставим всё как есть. Команда выражает благодарность ректоратам Белорусского государственного университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Команда КВН «Кефир» Ханты-Мансийского автономного округа «Югра», город Нягань, благодарит главу города Нягань Александра Владимировича Рженкова. Завершает приветствие команды КВН «Кефир». Нягань. А по тёмным улицам гуляет дождь, канарей далёжких мерзает свет. Сегодня многие хотят победить. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм, наивные мальчишки. Они хотят, а я намерен. Ну что же, дамы и господа, встречайте! Команда КВН «Кефир», город Нягань. Раз, два, три, четыре, поехали! У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради червонец золотой. Подайте Христа ради червонец золотой. В Няганье все пьют. Потому что не помнят, когда день города. И боятся его пропустить. Как вы понимаете, на финал мы приехали усиленным составом. Потому что сегодня за нас играет заместитель мэра Нягани по социальным вопросам Лёха. Лёха, выходи! У Курского вокзала стою я молодой. Это Лёха. Лёха ворует деньги у «Газпрома» и отдает их «Белтрансгазу». Ай-яй-яй-яй, мини-на-суки-суки-суки-на-ритвы. Ай-яй-яй-яй-яй, одорима-сё, суки-суки-на-одорима. А новенький-то не прижился. Да, сдулся хлюпик. Ребята, вы посмотрите, кто пришёл. Это же маленький человек с большим сердцем. Для тех, кто не знает, это Дмитрий. Я на позитиве. Дмитрий утверждает, что он родственник Масляковых. Как вы понимаете, Дмитрий — лже-Дмитрий. Дима, а ты знаешь, какой сейчас конкурс? Конечно. Как бы сказал Путин, спасибо, Дима. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э! Продолжаем знакомить вас с фантастической четвёркой из Нягани. Это Марат. Какая отвратительная рожа. Что это было, Марат? Я сказал наркотикам нет. Эх, Марат, Марат, как же ты нас всех напугал. Лёха, а ты смотрел новую песню Анны Семенович? Ты, наверное, хотел сказать слушал. Не знаю, как ты, Лёха, а я её песни больше смотрю, чем слушаю. Это Аркадий. Аркадий, 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 Аркадий. Аркадий, спой что-нибудь. Песня про флюрографию. Один раз в год. Слава Богу, ты пришёл. Слава Богу, ты пришёл. Слава стала хорошё. Слава стала хорошё. Без тебя какое шоу. Слава Богу, ты пришёл. Как вы могли заметить, Дима, этакий КВНовский вор в законе. Иногда выходит. Дима, что случилось? Ребята, а я, кажется, баню затопил. Дима. Да, Моня. Может, бухнём сегодня? Ты же знаешь, Моня, я закодировался. Давай завтра. Марат. Что, Аркадий? Ничего, Марат. Просто держу тебя в тонусе. Как вы понимаете, сегодня нас вновь приехал поддержать наш мэр. Не понимаю. Чего ты не понимаешь? Как его с таким танцем могли с минуты славы выгнать? А спонсор нашего выступления — интим-салон «Дикие кошечки». Не «Газпром», конечно, но мечты тоже сбываются. А по тёмным улицам гуляет дождь. Понарей далёких межпалых зверх. Это снова Дима. В Нягоне Дима защищает убогих и угнетённых. А в Минске он за них играет. Ребята, чё за фигня? Кто это? Ну и в конце хотелось бы сказать. Уважаемые жюри, прежде чем оценивать нас, помните, что Нягонь — настолько отдалённый город, что мы только вчера узнали, что у Газманова сын родился. Чтобы нашему уважаемому жюри было подручнее выставлять оценки, я приглашаю играющие сегодня команды на сцену. И перед тем, как жюри выставит оценки, я хочу поблагодарить нашего нового партнёра Международного союза КВН Клуба весёлых и находчивых, компанию «Лайф». Мобильный оператор «Лайф», генеральный партнёр первой лиги КВН в Беларуси. Ну, а теперь оценки, максимум 5 баллов. И первыми нас радовали КВНщики из прославленного города Томска. 5-5, 5-5, 4-4-4. Команда КВН «Приора», сборная Самарской области. 5-5, 5-5, 5-4-4-4. Сборная Батайска. 5-5, 5-5, 5-5, все судьи 5 баллов. Команда КВН «Бамонт», город Челябинск. 5-5, 5-4-4-4-4. Команда КВН «Минское море». 5-5, все судьи 5 баллов. И завершали приветствие КВНщики из далёкой Нягании. 5-5, 5-5, 5-5, 5-5. Олесь Мухин, 4. Замечательно. Итак, средний балл за первый конкурс. Леонид Куприда, дважды чемпион в составе команды КВН Белорусского государственного университета. Ваши аплодисменты. Спасибо. Средний балл за конкурс приветствия. Команда КВН ТПУ, город Томск, 4,6 балла. Сборная Самарской области «Приора», 4,6 балла. Сборная «Батайска», 5 баллов ровно. «Бамонт», Челябинск, 4,4 балла. «Минское море», 5 баллов ровно. И «Кефирнягань», 4,9 балла. Итак, продолжаем. Следующий конкурс у нас будет комбинированный. Он будет состоять из двух частей. Первая часть – это будет разминка. Жюри задаст командам три вопроса. По итогам их ответов одна из команд покинет нашу гостеприимную сцену. А потом мы будем играть в биатлон. Итак, три вопроса. Олег Быковский, прошу, задает первый вопрос. А вот меня интересует ответ на совершенно прагматичный и практичный вопрос. Какое вы могли бы предложить меню для сегодняшнего праздничного ужина членов жюри? «Кефирнягань». Так какое вы могли бы предложить меню для сегодняшнего праздничного ужина членов жюри? Ну, кефир. Это правильный ответ. Сборная Батайска. И сборная Батайска, какое могла бы предложить меню для сегодняшнего праздничного ужина членов жюри? По этому поводу мэр города Батайска выпустил еще один указ. Я его с тем, по-моему, порвал вместе. Но Минское море наверняка знает, какое меню можно было бы предложить сегодняшнему праздничному ужину членов жюри. Господа жюри, так вы же не скидывались. Спасибо. Виталий Новиков. Уважаемые финалисты, вы видите, что происходит на улице, какая тенденция в погоде и какая стоит зима. Как вы думаете, может быть, вы смогли бы предложить нам какие-нибудь новые виды спорта для подобных зим? Сборная Батайска. Виталий. Приглажите, пожалуйста, для подобных зим новые виды спорта. Сначала научитесь играть в то, что есть. Минское море. Приглажи, пожалуйста, новые виды спорта для подобных зим. Лепка Жижевиков. Замечательно. Спасибо вам, Виталий. И последний вопрос. Кто же будет задавать? Ах, неужели? Александр Васильевич Масляков. Ваши аплодисменты, дамы и господа. Кто-то станет сегодня чемпионом. Вот я предлагаю каждой команде выйти к микрофону и обосновать тот тезис, что именно ваша команда должна сегодня стать чемпионом первой линии. Почему? Аргументы. За. Сборная Самарской области. Почему ваша команда чемпионом должна быть? Ну, мы, потому что мы первые вышли. Минское море. Почему ваша команда должна стать чемпионом? Мы клевые. Бомон Челябин. Почему ваша команда должна стать сегодня чемпионом? Мы скидывались. Все. Спасибо большое нашим судьям. Спасибо большое командам. Теперь решение нашего жюри по поводу того одного клевеновского коллектива, который покинет нашу необъятную сцену. Виталий, объявляйте. Приора уходит на штрафной клуб. Итак, с результатом 0,5 балла второй конкурс покидает сборная Самарской области. Теперь мы переходим непосредственно к биатлону. В каждом круге по две шутки. И команды будут покидать этот конкурс с разрывом в оценках в 0,1 балла. Итак, биатлон и начинает у нас Нягонь. Группа Виагра решила объединиться с группой Бис. Теперь девчонок пятеро. АвтоВАЗ выпустил новый автомобиль «Лада Диабло». Новая «Лада Диабло» из ИДИ. Бомон, Челябинск. Добрый вечер. Во дворе больницы номер 6 уже вторую неделю ветер гоняет по улице почетного донора России. Челябинские ученые выяснили, туалет в самолете — это единственная возможность отомстить голубям. Сборная Батайска. Из-за ошибки маркировки на коньячном заводе люди стали пить десятизвездочный коньяк-коньяк, белый-белый аист-аист. Моль, которая не хотела работать через посредников, жрала мех сразу с кролика. Томск. В России наконец-то решена проблема коррупции. Всего-то надо было одному человечку денег дать, и он все устроил. От судьбы не уйдешь. Парень из Шабанов, закончивший школу с золотой медалью, спился в Оксфорде. Минское море. Если зимой резко разбудить медведя, то вы получите по лицу еще мокрой лапой. Восьмидесятилетняя Клавдия Петровна знает, что на нее никто не подумает и спокойно сжет кнопки в лифте. Итак, вторую часть нашего конкурса с результатом 0,6 балла покидает команда... Команда Бомон Челябинск. С Челябинска мы прощаемся. 0,6 балла результат этой команды за второй конкурс. Продолжаем. Нягонь, прошу. Чемпион мира по боям без правил Федор Емельяненко зашел в юридическую контору и разгромил ее. Потому что ему все равно, какое лицо бить, физическое или юридическое. Ксению Собчак покусали осы. И теперь она даже ничего. Батайск. Судья, пытаясь убить молотком таракана, вынес 15 смертных приговоров. В Мядиле отменили конкурс детского рисунка на асфальте, потому что мэр города запретил рисовать у себя во дворе. Томск. Крот влюбился в корневую систему тополя. Любовь слепа, полюбишь и корневую систему тополя. Гаишник остановил гаишника. Классическая ситуация. Как говорится, не дать, не взять. Минское море. В семье наркоманов Тютиных остались только самые нужные вещи. Хотя кровать уже начинает мозолить глаза. У матросов нет вопросов. За всю историю программы «Что, где, когда» от матросов не пришло ни одного вопроса. С результатом 0,7 балла покидает нашу сцену команда «Томск». Команда «Томска». Следующий круг. Три команды осталось. Вновь по две шутки. Начинает «Кефир Нягонь». Николай Валуев начал петь с Андреем Губиным. Группа называется «Николай Валуев». Андрей Губин не возражает против такого названия. Гаишники никогда не штрафуют Сергея Пенкина, потому что все-таки свой. Сборная «Батайска». Опытные гопники бьют прямо в глаз, чтоб не попортить куртку. Ну и похулиганим. Когда мальчик получал двойки, его били ремнем. Когда мальчик получал тройки, его били ремнем. Когда мальчик получал четверки, его били ремнем. Но когда мальчик понял, что дело не в оценках было уже поздно. Попа пришла в негодность. Минское море. В школах Орши, если на улице мороз больше 20 градусов, детям официально разрешено курить в школе. Виктор настолько неумело обращается с ножом и вилкой, что уже три раза сидел. С результатом 0,8 балла покидает конкурс команда «Батайск». И заключительная дуэль. Две шутки от Нягони. Прошу. Сергей Мавроди постоянно говорит следствию, что он не брал ни у кого никаких денег. Следствие ведется. В институте имени Баумана подрались два математика. Они что-то не поделили. Минское море. Костя не запомнил, как зовут новую учительницу, поэтому терпел до конца урока. Немногие знают, что операция по извлечению лампочки изо рта была придумана через 10 секунд после изобретения самой лампочки. Итак, решение судей. По одной шутке, пожалуйста, штрафной. Нягонь, прошу. В Африке страус способен развивать скорость до 70 км в час, а в шабанах до 200. Минское море. Если вы считаете, что труд облагораживает, зайдите на ближайшую стройку, посмотрите на благородных. Этот конкурс выигрывает команда Квен Минское море. 0,9 получает Нягонь и балл ровно Минское море. И общий счет прошу Леонид Куприда. В ходе разминочно-биатлонных баталий команды получают следующие оценки. Команда КВНТПУ, город Томск, 0,7 балла. Сборная Самарской области Приора, 0,5 балла. Сборная Батайска, 0,8 балла. Бомон-Челябинск, 0,6 балла. Кефир-Нягонь, 0,9 балла. И Минское море, город Минск, 1 балл ровно. Общий счет после двух конкурсов. ТПУ Томск, 5,3 балла. Сборная Самарской области Приора, 5,1 балла. Сборная Батайска, 5,8 балла. Бомон-Челябинск, 5 баллов ровно. Кефир-Нягонь, 5,8 балла. И Минское море, 6 баллов ровно. Итак, завершающий конкурс. Сегодня это музыкальный номер. Назвали мы его финальный аккорд. Ну, у всех разное видение финального аккорда. Собственно, на это мы и рассчитываем. Будет интересно посмотреть различные версии. И первыми свой вариант покажет нам сборная Самарской области. Приора! Дорогие друзья, песню года мы видим каждый год. А вот песню века не видел никто. Итак, представьте, пещера, палеолит, песня каменного века. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Скажи, Ангелина, а куда нужно ткнуть зайца острой костью, чтобы он умер сразу? Ну, конечно, в теплое сердце! Вот и мы с теплым сердцем начинаем наш праздничный концерт. Как ты считаешь, Евгений, сколько пивней у мамонта? Ну, конечно, два. Вот и в коллективе пивней мамонта их тоже двое. Встречайте! Девки в озере купались, пивень мамонта нашли. Долго с ним они игрались, в мезозой не перешли. А мы благодарим карстовые пустоты за предоставленные уютные пещеры. Карстовые пустоты. Монополисты на рынках недвижимости палеолита. А сейчас сценка «Эволюция человека». Пока так. Объявление. Вчера ножом был убит охотник. Давайте поаплодируем этому событию. Парня, конечно, жаль, но зато мы изобрели нож. И в продолжении темы «Рэп о неизбежном». Вокруг шум и крикники пишут. Зашел ледник. К нам поступают письма. Исполните, пожалуйста, песню о всех радостях современного человечества. Выполняем. От печали до радости Секс и покушать. От печали до радости Покушать и секс. У нас так. Скажи, Ангелина, что для тебя самое вкусное в «Вареном лисенке»? Лично я очень люблю высасывать глазки. Вот и на сцене уже приготовил мой любимый танец коллектив «Глазки». Автором и постановщиком танца являются ложные опята. Мы напоминаем, что ложные опята уже в третий раз становятся лауреатами нашего конкурса. Ну что ж, вот и заканчивается кислород в пещере, а следовательно и наш концерт. Для вас выступали кроманьонцы, неандертальцы, австралопитеки, а ведь их этому никто не учил. Да просто некому было учить! Появился где-то здесь первый хомос-обиент. Всем при надвижи земля, вот и демократия. Только дружбой был богат миллионы лет назад. И в рисунках этих стен он увидел кавэ. Первая лига выражает благодарность Белорусскому государственному университету в лице ректора Обломейка Сергея Владимировича за помощь в организации игр. Музыкальный конкурс на сцене сборная Батайска. Ну что ж, финал. Нужно чем-то удивлять. Не танцами, не песнями, а удивлять. Итак, музыкальный финальный аккорд одной известной передачи. До Карла Маркса за 20. 240. Поехали. Ну что ж, мы в передаче «Такси» мы рады приветствовать вас. Ну что ж, мы в передаче «Такси» мы рады приветствовать вас. Может, карбюратор перебрать? А смысл? Давай на радио переключим. В эфире «Радио Минск». Не-не-не-не. Не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Господи! Да вы включите вы эту музыку! Ну три часа ночи! Спать же невозможно! Да? Заело! Да вы дадите поспать или нет! Что ж вы орёте-то, а? Да пусть лучше орут, лишь бы музыку эту не было слышно! Да! Мужики, может карбюратор перебрать? Да смысл! Я сейчас милицию вызову! Да какая милиция? Это же парочка молодая! Пускай там они развлекаются! Да мне парочка заклинила! Да бывает! О, милиция уже едет! Сержант Котов, что случилось тут? О, у нас заклинило! Сержант, ну, такое дело, ну, выключи хотя бы свою сирену! Так заклинило! Ну, может карбюратор перебрать! А смысл? Милиция, выключите вы свою сирену! Тут женщины плохо! Так скорую вызывайте! Только скорой здесь не хватает! Пусть милиция уедет! Мне сразу лучше станет! Всё! Всё, я бросаю эту работу! Алло! Я перезвоню, мне, походу, бежать надо! На сцене команда КВН «Бомон», представляющая Челябинск и Гату, Минск. Сенсация, дорогие друзья! В Челябинске изобрели новый вид караоке в картинках, специально для тех, кто не умеет читать. И как это? Как? Поёшь картинку, чё непонятно? Ну, сами подумайте! Маленькой ёлочке холодно зимой, понятно? Из лесу ёлочку взяли мы домой, поняли? Кто понял картинку? Давай я попробую! Давай! И снится нам не рок от космодрома! Ну, всё понятно! Эту-то все знают! Давайте закрепим! Давай попробуем! Далеко, далеко, далеко пасут закон! Не останавливаемся! Ты помнишь, как всё начиналось? Всё было впервые и вновь! Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи, Камилая, как дела? Неси меня, олень, по моему падению! Умчи меня, олень, в свою страну оленью! Я вам песенку спою про пять минут! А ничего такое классное, да, караоке? Ребят, ребят, а можно я теперь? Дым, сигарет, с ментолом! Давайте что-нибудь повеселее! Из чего же, из чего же, из чего же Сделаны наши девчонки? А может быть, собака? А может быть, ворона? А может быть! А может быть, корова? Из пахучих завитушек, Стружек и колечек! Давайте что-нибудь популярное! Арам-сам-сам, арам-сам-сам Гули-гули-гули-гули-гули Рам-сам-сам Арам-сам-сам Арам-сам-сам Гули-гули-гули-гули Рам-сам-сам Игры, которые мы заслужили Вместе с тобой Я видела однажды, Как зимой кусты сирени Расцвели, как будто в мае Ты мне веришь или нет? Ну что, размялись? Давайте что-нибудь посерьезнее! Я пытался уйти от любви Я брал острую бритву И правил себя Я хочу быть с тобой Я хочу быть с тобой Я так хочу быть с тобой Я хочу быть с тобой И я буду с тобой Мы хотим быть с тобой Как большая семья Мы так хотим быть с тобой Снова целой страной Минск из России Мы любим вас, Минск! Пока! Первая лига выражает благодарность Нашему новому партнеру Мобильному оператору LIFE Мобильный оператор LIFE Генеральный партнер Первой лиги КВН в Беларуси С LIFE возможно все А также все возможно С команды КВН Минское море Немногие знают, что в молодости В песнях Олега Газманова Было слегка затянутое начало Ну что ж, смотрим Минск из России 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 Wishibly ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мои мысли, мои скакуны Словно искры зажгут этот зал Мои мысли, мои скакуны Словно искры зажгут этот зал Мы хотим заслужить Мертвый зал Чтоб запомнился этот финал Мы хотим заслужить Мертвого цветных лифт Чтоб запомнился этот финал Продолжает заключительный конкурс Команда Квен Кефир из города Нягань Обычный новогодний утренник В одном из Няганьских детских садов Классный утренник Не то, что в прошлом году А как было в прошлом году? Не очень Дима, классный костюм Где взял? Это мне брат привез Из Грузии Ну что же А сейчас для вас выступит Аркадий Всем, кто вставляет фотографию Своего парня в кошелек Посвящается Песня про шоу-бизнес Сати Казанова ушла из группы На фабрике с тачкой Ограблен балет Осталась над она Пачка Ребята, мы же забыли про Роксану Бабаян Не мы одни, Моня А сейчас для вас споет человек Который смог 16 часов подряд Отвечать на вопрос А ты купи слона Моня Кольщик, накали мне Микки Мауса Золотые купола Рядом с Микки Маусом Ух ты Какой классный утренник Не то, что в прошлом году А то в прошлом году как-то Не очень Здравствуйте, дети А вы знаете, кто я? Нет Я дедушка-ма… Дедушка-марат Правильно Я дедушка-марат Дедушка-марат, а спой что-нибудь Ой, нет Я не умею отказываться Конечно, спою Песня про апоссума С причала рыбачил опоссум Андрей И лапой он бил по воде Андрей доставал из воды окуней И бил и пашкой по земле Выбрасывал сразу он окуней На них ему было плевать Рыбой вообще не питался Андрей Он просто любил убивать Ну что же, дети, загадывайте свои желания Все исполню Дедушка Марат, я... Дедушка Марат, я хочу... Дедушка Марат, я хочу... Дедушка Марат, я хочу миллионами ворочать Короче, на инкассаторской машине Хочу перевернуться А я хочу, чтобы во всем мире Не было войн и болезней Ну, или хотя бы флешку А я хочу, чтобы наша команда сегодня победила Наивный мальчишка Он хочет, а я намерен Дорогие друзья А закончить наше выступление Нам бы хотелось словами горничной Из нашей гостиницы Ну, Моня, за тебя Первая лига выражает благодарность Министерству образования И Министерству информации Республики Беларусь И руководству телеканала Столичное телевидение Завершает последний конкурс А значит и всю игру Команда КВН из Томска Заканчивается финал первой лиги И наша команда прощается с Беларусью Ну что же, пришло время поставить финальный аккорд Мы сегодня домой уезжаем И скучать очень сильно мы будем Этот зал никогда не увидим Мы вас всех никогда не забудем На спине, на память о Минске Наколю себе зубра в профиль Хоть его никогда не увижу Но зато Беларусь не забуду В память о белорусском Полесье Назову я сына Олесей Сын меня никогда не забудет Но боюсь, я его не увижу А на память о Минском метро Я в кармане оставлю жетончик И я метро никогда не забуду Че там помнить всего лишь две ветки Мы хотим сказать вам спасибо За ваши аплодисменты От меня спасибо Наташе Но уже за другие моменты Сампо Диджей А че грустим, ребятам? Поехали с нами в Рио-де-Жанейро Мы тогда не поедем в Рио Мы останемся лучше в Минске В Минске так же прикольно, как в Рио Только вместо мохито крыльница Весь сезон я играл на гитаре А сегодня здесь на финале Специально для вас, белорусы На губной гармошке сыграю А теперь не судите за строго Мы хотим подарить вам танец Этот танец мы не забудем Потому что учили два года А сейчас неприкрытые лести Искупаем мы наши жюри Как ты можешь льстить этим милым Умным, красивым, добрым, обаятельным Невероятно талантливым И справедливым людям Я хотел бы обнять Маслякова Закричать ему Боже Всевышний Но не принято так в КВН По-мужски пожму ему руку Мы надеемся, что наши страны Очень скоро объединятся И обнимутся наши народы Так давайте же скорее обниматься Ребята, подождите Зачем так грусть? Давайте просто бросим монетку Мы обязательно вернемся Саш, в Белоруссии только бумажные деньги Мы шею, у кого нет монетки? Мы все в Томске выбросили, чтоб вернуться А давайте кинем наши паспорта И тогда мы обязательно вернемся Этот год пролетел, как на лене Мы мечтаем еще раз приехать Возвращаться плохая примета Но в Сибири в приметы не верят Возвращаться плохая примета Но в Сибири в приметы не верят Спасибо, команда ГМДБУ Приглашаю команды на сцену Перед тем, как жюри выставит оценки И мы подведем итог игры Новый партнер первой лиги Клуба веселых и находчивых Компания Life Хочет вручить подарки Самые лучшие по их Мнению команде этой игры Компания Life Свой голос За лучшую шутку игры Отдает компании Отличных ребят Минское море Итак Оценки за последний конкурс Потом будут слова жюри Прошу Первыми показывали свой музыкальный конкурс Квенчики из Самарской области Три, четыре, 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 четыре Сборная Батайска Четыре, пять, пять, четыре, пять, пять, четыре Команда Квенбомон, представляющая Челябинск Четыре, пять, пять, четыре, пять, пять, пять Минское море Четыре, 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 пять, четыре, пять, пять Команда Квен Кефир, город Нягань Четыре, 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 пять, четыре, пять, четыре И команда Квен из Томска Четыре, четыре, пять, пять, четыре, четыре, пять Спасибо большое Прошу впечатления от игры Сергей Журавей Спасибо большое командам За прекрасную игру Спасибо Очень порадовала команда Кефир Скажем, за первый конкурс За вот Мы лучшие Я бы им вообще шесть поставил Мне так показалось Прекрасно Очень Надо было, да, не хватило Вот, спасибо вам Спасибо И очень порадовала наша команда Были прекрасные остроты в разминке Блестящие Я считаю Прекрасно Спасибо вам И спасибо зрителям Спасибо за прекрасный прием Спасибо Валерий Кравчук Спасибо командам за великолепную игру И особенно благодарны за, наверное, самый сложный конкурс Который сегодня игрался абсолютно феерически и замечательно Это разминка Ну, нашей минской команде вообще просто огромное спасибо Все сегодня победители, все сегодня финалисты Поэтому, ну, сейчас посчитают баллы Кто-то будет чуть-чуть лучше, это наверняка, но это игра Спасибо Виталий Новиков Ребята Это был прекрасный сезон Это был удивительный Яркий И очень красивый сезон И финал получился такой же И если и были в нем какие-то Как сказали предыдущие товарищи Недостатки То это ничего не значит Потому что все вы Замечательные артисты И команды все Которые пришли в этот финал Прекрасные Спасибо Олег Буховский Уважаемые наши гости Уважаемые зрители Я совершенно точно знаю Это действительно так Он был бы невозможен Дорогие друзья Я желаю вам, чтобы эти чувства Которые вы испытываете сейчас Остались у вас на всю вашу жизнь И чтобы они не были последними Замечательными ощущениями Вашей жизни Успехов вам АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Слободчук Уважаемые ребята Организаторы конкурса Спасибо за то, что сегодня Предоставилась такая возможность Минску и нашим зрителям Именно убедиться В искусстве юмора Команды, конечно, очень Интересные Ровные Но я могу отметить Всегда в коллективе Должен быть лидер Личность И сегодня, конечно, команда Кефир Спасибо тебе, Дима Ты талантлив Олесь Мухин Сегодня много говорим про одну команду Мне тоже, наверное, немножко надо сказать Моя любимая Нягонь сегодня сказала А новенький-то не прижился Так вот, я хочу От лица, наверное, всего зала И, ну, всего жюри совершенно точно Поблагодарить господина Маслякова-старшего Господина Маслякова-младшего И сказать вам, что у нас Новенький прижился И если вам у нас очень хорошо Мы с удовольствием И в следующем году Будем здесь Вот все мы Придем сюда И будем ходить постоянно На все игры Правда? А командам огромное спасибо За праздник Сегодня Батайск Вы красавцы Пап, скажи что-нибудь, пожалуйста Я хочу В первую очередь Сказать спасибо Минскому зрителю Не за аплодисменты Мне персонально Хотя за это тоже спасибо А за то, что вы так здорово встречали И приветствовали И помогали Всем командам Которые участвовали в финале Я понимаю, что так было И весь сезон И, как говорит одна команда Высшей лиги Стоит подумать Относительно вас, ребята Я не буду персонально Ни о ком говорить Я очень рад Что я познакомился Сегодня С этой шестеркой команд Ни с одной из них Я до этого не встречался И понимаю, что это было Некое упущение В моей жизни Но я это все Наверстал Я благодарю вас За сегодняшнюю Действительно Замечательную Настоящую КВНовскую Игру И я надеюсь Что с каждой Из этих шести команд Так или иначе В той или иной лиге Хотелось бы думать Что в следующих В той Или иной Мы с вами Обязательно увидимся Спасибо вам Результаты игры Прошу Леонид Куприда Оценки за музыкальный номер Итак, за музыкальный номер Сборная Самарской области Приора Получает 3,9 балла Сборная Батайска Получает 4,6 балла Бомон Челябинск 4,7 балла Минское море 4,4 балла Кефир Нягань 4,3 балла И ТПУ Томск 4,4 балла Итоговый результат Сборная Самарской области Приора Получает 9 баллов Ровно Команда КВН Бомонт Челябинск Получает 9,7 балла Команда КВН ТПУ Город Томск 9,7 балла Команда КВН Кефир Нягань 10,1 балла Сборная Батайска 10,4 балла И Минское море 10,4 балла Аплодисменты Итак, нашему уважаемому жюри удалось невозможное 7 человек за 3 конкурса в итоге выставили для двух команд одинаковые оценки Сборная Батайска И команда КВН Минское море признаются чемпионами первой лиги сезона 2009 года Ваши аплодисменты И этим двум командам должно было хватить на одну, но вот эти часы, они будут для двух команд Вы как-нибудь поделите, я не знаю, надеюсь, вы не будете их распиливать Хотя это тоже, в принципе, вариант Забирайте, друзья Смелее Это все ваше Хорошо, Виталий Новиков Мы хотим вот еще раз на этом финале продолжить и закончить на этот сезон ту традицию, которую мы заложили в начале нашего сезона Дети из детских домов, которые мы приглашаем сюда на игру и счастливые КВНчики, которые дарят им подарки Пожалуйста, ребята И, конечно, аплодисменты зрительного зала Еще раз поздравим сборную Батайска и команду КВН Минское море Спасибо большое Беларуси, спасибо большое, огромное спасибо Минскому зрителю Надеюсь, до встречи в следующем году Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...